Зимфира 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 Говорят, Элвис приехал, а звукорежиссер Элвиса застрял в пробках. Поэтому Элвису приходится настраиваться самостоятельно, ну, скорее всего, самостоятельно. И как только нам скажут, готов Элвис или не готов, я вам расскажу о том, что будет у нас сегодня в эфире. Значит, две группы, а пока за моим столом еще можно показать сразу гостью, Алену Виноградову. Здравствуйте, Алена. А у вас и микрофон есть. Вот ваш звукорежиссер приехал вовремя. Алена у нас ярый фанат Элвиса, который здесь разминается пока что. И, Ален, вот вкратце, можно вас назвать лидером движения «Обожаю Элвиса», как нам предложил Константин, он же Элвис. Как давно вы фанатеете из-за Элвиса, который настраивается? Я начала слушать Элвиса примерно пять лет назад. Все началось довольно банально. Я смотрела телевизор и увидела его по телевизору, собственно говоря. Спросила у папы, кто это. Сколько вам было лет? Пять лет назад мне было где-то... Ну, где-то, может быть, это было, конечно, не пять, но лет шестнадцать мне, может быть, было. В общем, зацепил вас Элвис по телевизору? Да, зацепил, я начала искать какую-то информацию, покупать диски. И с тех пор моей мечтой, конечно, было съездить непосредственно в Мэмфис. В общем-то, вы ее потом осуществили? Мечта осуществилась, собственно говоря, всего прошлым летом, когда я впервые туда съездила благодаря программе Walk & Travel. Я сначала работала в Лос-Анджелесе, заработала деньги и поехала в Мэмфис. Ну и, собственно говоря, этим летом то же самое. Я работала в Нью-Йорке, опять зарабатывала деньги и опять ехала туда. Да, я, собственно говоря, на него зарабатывала. Давайте спросим, Мэлоса, вы готовы? Are you ready? Yes, sure. Надо, правда, еще звук эллираторов, звук режиссеров. Oh, yeah, yeah, baby. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's then that I belong, that we never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, and take me to your heart. You have made my life complete, and will never part. Love me tender, love me tender, love me true, all my dreams fulfilled. For my darling, I love you, and I always will. Ну, давайте как-то так. Константин Элвис, он же Константин Зущик Элвис в белом. Костя, можете присаживаться уже с нами за стол. И прежде чем мы начнем таки с вами фанатскую беседу по поводу Элвиса Пресли, у нас корреспондент Елена, как обычно, мерзнет на улицах города, и она вышла сегодня с одним-единственным, а может двумя вопросами. Кто такой Элвис и где же Элвис? Можно посмотреть. Тути-фрути, о-е-е, тути-фрути, у-у-у! Одна из самых популярных песен Элвиса Пресли. О том, жив ли король рок-н-ролла и где сейчас он может находиться, мы спросили у горожан. В свое время, я так понимаю, он был такой личностью известной, да, такие люди, как, не знаю, как гений или какие-то особенные, явно куда-то, какое-то космическое пространство, да, могут деваться. То есть они не такие земные, как мы. Думаю, такой человек, как он, может быть и жить. Но он умер вроде, как бы, да. Я думаю, он сейчас где-нибудь лежит и загорает на Бали. А Элвис Пресли, думаю, мертв, конечно. Куда он еще делся, правильно? Ну, я верю в версии «Люди в черном», то, что он инопланетянин и улетел домой. Любимый мой в юности певец. Но, к сожалению, скончался преждевременно, как обычно, певцы. Но память о нем жива. С удовольствием слушают старые записи. Ну, и, конечно, не только его, но Элвис Пресли, естественно, тоже люблю. Ключевое, конечно. Как раз подвелись любимым мной, но, к сожалению, умер. Вот у меня сразу к вам вопрос. Вы, в общем-то, моложе персонажей, который вот у нас был сейчас в вопросе. Откуда у вас такая любовь, в общем-то, к западному американскому певцу, когда у нас в Екатеринбурге, во-первых, столице уральского рока, который, кстати, вот тут на носу, в стране, в которой породилась куча музыкантов, Элвис, Элвис. Как мне сказали, можно пользоваться телефоном? Можно пользоваться телефоном, вам всем можно. Действительно. В стране, где куча музыкантов, талантливейших, которые можно было как раз-таки фанатеть как раз за них. Не знаю, Виктор Цой, например, Вячеслав Бутусов. Чем вам, ну, не знаю, можно там за Диму Билану. Вы почему-то выбираете американскую звезду, и так вот прям отважно становитесь фанатами. Я думаю так, значит, позвольте сначала отвечу, а потом, да, вот так. Зажигайте. Смотрите, я на самом деле думаю так, каждый для себя определяет, по кому фанатеть, это совершенно точно, это совершенно понятно. Но, как мне кажется, Элвис потому и Элвис, что обладает совершенно невероятным магнетизмом, что-то до сих пор необъяснимым, никто не смог объяснить, ни один ученый, почему и что во всем мире людей приковывает именно к фигуре Элвиса. Во-вторых, он король, ну а в-третьих, просто действительно, как это произошло в детстве, услышав в первый раз эти волшебные звуки, чарующие звуки этого голоса Элвиса, я понял, что все это на всю жизнь. Причем, не могу для себя сказать, что... Там обычно... Да, обычно 7 или 8, хотя многие говорят, что даже ставили мне в детстве Элвиса гораздо в раннем возрасте. Лещенко там, наверное, был какой-то в альтернативе. Лев Лещенко. Был Rolling Stones в альтернативе к Элвису? Что было? Почему Элвис-то вывыбался? Да нет, да нет, ну что вы. Ну, во всяком случае, все классы школы был только Элвис. Нет, правда, первый магнитофон «Дружок», когда у него появился... Да, «Дружок» такой красненький. А там была кассета Вилли Токарева. Тоже американский исполнитель. Да, теперь же тоже американский исполнитель. Нет, но только Элвис, это очень сложно объяснить. На самом деле, каждый, я думаю, согласится и Алена, он обладает чем-то невероятным, что заставляет во всем мире, неважно человек какой национальности, болеть именно Элвисом. Причем я бы не сказал, что я, допустим, там, безусловно, там, люблю, обожаю, это человек, благодаря которому я вообще встал на творческий путь. То есть человек больше, чем просто... какой-то там кумир и так далее. Это во-первых. А во-вторых, я просто считаю, что... Элвис есть... Элвис, и я больше пропагандиста творчества. Пропагандист творчества. Да, нежели, как бы там называть, двойники пародисты. В отношении Алены я еще могу понять. Он же вот все-таки таким неким сексимволом был отчасти. Ну, ладно, тут с музыкальной точки зрения Константина зацепила с детства. Алена, а вас... Вы уже начали в начале программу рассказывать немножко об этом? Ну, в первую очередь, конечно, зацепила его внешность. А сейчас уже таких ребят не встретишь на улице. Хотя, допустим, в 74-м, 75-м годах, когда он уже был в достаточно униформе, все равно это было потрясающе, когда он пел, это было достаточно трогательно, настолько по-настоящему. Не знаю, я ни одного исполнителя такого еще не слышала просто. Меня это зацепило, поразило, и до глубины души просто. Так, у нас... Я бы хотела, чтобы режиссер вывел на экран вот как раз ваши поездки в Мемфис, о которых мы разговаривали в начале программы. Вот вы расскажите, вы были неоднократно в Мемфисе. В Мемфисе это, ну, грубо говоря, такое место культа всех фанатов Элвиса Пресли, правильно? Которые съезжаются туда два раза в год на День памяти и на День рождения? Если есть возможность, туда два раза в год. Финансовая возможность? Финансовая возможность, да, конечно. И что там, Константин, а вы были, вы отличитесь немножко от СМС-ок? Нет, просто я так подумал, если Бейлвис жив был сейчас... Кстати, вот ваш фестиваль показывают. Замечательно, это, кстати, консул. Американский бывший. Да, ну, в прошлом, в прошлом. Я просто подумал, что если Бейлвис был жив, он, естественно, пользовался бы продукцией невизуализованной, но фирмы. Да. Я просто что хочу сказать. Какой был вопрос? Вопрос был, были ли вы в Мемфисе? Душой, да, обязательно. Я каждую ночь летаю туда. Летать, да, каждую ночь. Расскажите, ну, вот для нас, не знающих и не фанатей, что там вообще в Мемфисе? Есть дом? Когда я в первый раз, собственно... Вот, мы там можем посмотреть. Это ваши съемки, да? Это дом, так сказать, с обратной стороны. Я покупала тур, собственно говоря, по дому. И когда выходила из него, решила заснять это прекрасное место, эту территорию. Просто солнечно, ясно, все пропитано его духом. Просто потрясающе. Жалко только одно, что в тех комнатах, где, в общем, живет до сих пор семья, туда не попасть. Да, но второй этаж, суждения, не пускают. Ну, вы путешествуя Мемфис, еще знакомитесь с кучей людей, да, которые фанатеют тоже за Элвиса из разных стран. Нам говорят, что у нас сейчас на проводе... Здравствуйте! Вот прям можете начинать разговаривать, Алена, потому что у нас на проводе кто? Рита? Да? Вот. Ты здесь? Hello! 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 Вот Рита у нас из Бельгии, правильно? Подруга Алены. В общем-то, тоже большая фанатка Элвиса Пресли. Мы как-то потом, наверное, переведем, чтобы всем было понятно. Я бы хотела спросить у Риты, насколько культ Элвиса развит в Бельгии и сколько фанатеет людей, либо есть какие-то фан-клубы? Рита, ты слышишь? Да, я слышу. Привет, Алена. Привет. Ты можешь рассказать, у нас есть фан-клубы в Бельгии? Или Элвис – идол в Бельгии? Или нет? Да, это очень хорошо для фан-клубов, как для Валуны. Так что у нас есть Элвис Мэдерс фан-клуб. Это название фан-клуба. И это тоже фан-клуб в Холландии. Название, конечно, очень специфическое. Но да, она говорит, что у них существуют фан-клубы, естественно. И, естественно, Элвис в какой-то степени идол в Бельгии, но, естественно, не как он. А больше молодых людей, либо людей, которые уже так в детстве, может быть, застали концерты, заступают в эти фан-клубы? Да, она говорит, что большое количество молодых людей, которые действительно являются фан-клубами. Анатоми, Элвиса, Бресли. Ну и в самом, естественно, она этого еще не говорила, но в самом Эфисе много достаточно молодых людей. То есть, вот пяти, может быть, и дальше, которые также... Ну, родители прививают, естественно. И они туда ездят. Ну и напоследок, как Рита отмечала день рождения Элвиса? И отпустим ее в этом году. Рита, ты праздновал его рождения? Что? Я не понимаю. Ты праздновал его рождения? Да, они праздновали... Его день рождения в США, и также они собираются праздновать в своей стране, собственно говоря, завтра. Завтра. Все, спасибо большое. И good bye. Thank you so much. А тем временем у нас готовится группа «Газелайнерс». Я думаю, что они уже сейчас быстренько подготовятся, и уже у нас состоится такой полноценный концерт. Я хотела вас спросить, товарищи, что вы такое принесли с собой? Вот, чтобы не было скучно... Нет, сегодня, да, сегодня вообще, в начале нашей передачи мы хотели просто заявить, что сегодня парковка вокруг Рубина только для Элвисов, как вы видите, да? О чем, собственно, этот знак и соответствует. В Штатах это очень популярно, эти места только для Элвиса. Дальше я снял номера со своей машины, это понятно, потому что, в общем, постоит она, ничего страшного. А дальше, в общем, тут куча всего раритетов, но для Екатеринбурга, вот Алена говорит, ой, в Штатах тут всего полным-полно. А я могу сказать, что к радости, что в Екатеринбурге единственная газета вот такая, это раритет, это мне, в общем, подарили, собственно, из Штатов и прислали. Газета какого года? Смотрите, значит, эта газета вышла, большой развернутый выпуск в Мемфисе, 17 августа 1977 года, первый выпуск после смерти, ну, как говорится, не смерти, а после того, как Элвис ушел в мир иной. Вот раритет действительно, ну, еще сувенир 1956 года, нераспечатанный, короче, много всего. Ребята готовы? Отлично. Ребята готовы. Я замолкаю. Здравствуйте, ребята, группа Газелайнерс. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, в общем-то, вам в руки сцена и, да, причинка имени Элвиса начинается. Добрый вечер. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это было впервые в Бресте, можно сказать, впервые в Белоруссии, вечеринка такая. Там было много различных конкурсов. Также я устроил, можно сказать, целый трибютный концерт, посвященный памяти Элвису Пресли. Трибютный? Да-да-да-да, трибютный. Я просто являюсь большим фанатом его и знаю много песен. Исполните нам что-нибудь. С удовольствием. Давайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Го, Джонни, го! 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 Джонни, бегу! Спасибо, Андрей. У нас такое ответное слово от русского Элвиса Пресли по поводу... Во-первых, я, к сожалению, не знаю белорусского языка. Просто спасибо, можно сказать. Во-вторых, спасибо. Во-вторых, у меня вопрос сразу вдогонку. Андрей, когда будет кок? Точно приличное все тут было. Чуб, хорошо, кок, чуб. Когда отрастишь волосы? Кок, в смысле, это я не по-английски сказал, это я по-русски сказал. Это во-первых. Во-вторых, я хочу сказать, что действительно, ты лично и все, кто был причастен к организации этого дела в Беларуси, сделали великое дело и для Элвиса, и для Беларуси в целом. Я считаю, что это движение... Где камера? Я хочу вот сюда, да. Это движение необходимо вам продолжать, потому что чем больше у Элвиса фанов во всем мире, чем больше мы популяризируем его творчества, тем лучше. Это ты, понимаешь, и со мной согласен. Спасибо, Андрей, за все, что вы делаете. Спасибо большое вам, Андрей. Это вам совет. И спасибо большое от Белого Элвиса. Я забыла сказать, что Элвисы в Белом, Элвисы в Черном, Элвисы в Золотом могут присоединяться к нашей беседе на сайте телеканала якбург.тв и посредством скайпа ЕТВ. А у нас, между делом, группа, если кто не забыл, группа «Газлайнерс» и солистка Ален. Ален, вот хорошо, в этот микрофон слышно, да? Хорошо. Я хотела спросить, вообще, вот понятно, что мужчины пытаются пародировать, и понятно, почему Элвиса Пресли, а вдруг женский вокал песни Элвиса Пресли стыкуется? Ну, конечно, стыкуется, потому что то, что исполняла Элвис, это песня о любви, ну, собственно, это единый язык для женского, для мужского пола. Интерпретация baby, она может относиться и к мужчине, и к женщине, поэтому все отлично. Все отлично. И по тексту все отлично. Да, все ложится. Я просто поправлю, что это отнюдь не пародия. Почему? Потому что это мы привыкли в России называть это пародия. Пародия для того, чтобы посмеялись. Это интерпретация. Да, да, именно. Это как бы поддержать духа. Да, да, да. Ну, давайте следующую композицию для поддержки. Да, давайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 У нас опять скайп есть. Здравствуйте. Вот у нас такой скайп. Юлия. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, здравствуйте. А Юлия Гриднева, это президент, она является президентом питерского фан-клуба Илвиса. Все верно? Все верно, все верно. Юля, вот у нас, насколько я понимаю, в Екатеринбурге нет фан-клуба, и у нас вот здесь гости в студии будут еще очень сильно сетовать по этому поводу. Расскажите, вот у вас официальная регистрация, то есть это как-то через пресс-цилу Пресли это происходит, какие-то сертификаты вы получаете, для чего это вообще нужна, это официальная регистрация клубов? Значит, получается официальная регистрация через официальный сайт, меня слышно? Да-да-да. Через официальный сайт Элвиса Пресли, Элвиском, там есть почта, пишут заявку люди и через какое-то время на почту уже, то есть наземную, приходит конверт, где анкета и ты отвечаешь на вопросы, сколько членов как бы состоит в клубе. Как он называется и отсылается все это, вот. А зачем это нужно? В принципе, не знаю, в общем, наверное, это каждый решает для себя, официальный у него фан-клуб или нет. Но это никаких там бонусов для вашего фан-клуба от всей семьи Пресли не светит? Нет, вы знаете, даже порой иногда даже просят взносы какие-то. То есть, в общем-то... Ну, не знаю, может... Вы, находясь в Питере, у вас достаточно крупный фан-клуб. Откуда такая любовь к американскому западному музыканту, который, в общем-то, был популярен в 50-е, 60-е годы? Да, вот, например, у нас в Екатеринбурге очень развит, ну, как бы, слава и шлейф славы идет от Битлз. Это понятно, там была такая всемирная страсть к этой группе. А про Элвиса как-то немного молчат, но у нас на Урале точно. А вот у вас в Питере откуда такие фан-клубы создаются до сих пор? Празднуйте с день рождения. Это от чего? Все по-разному пришли к музыке Элвиса. У меня просто родители имели очень хороший музыкальный вкус. И с детства мне его привели. Поэтому, как бы, у меня так вот с детства, в общем-то, любовь к Элвису. А фан-клуб просто получился, когда вот интернет... Мы повстречали совершенно случайно на таком замороженном форуме несколько совершенно поклонников. Разговорились и решили сделать сайт. Вот, сайт решила сделать... Юль, но вы помимо сайта ведь еще сделали огромную скульптуру? Да, это было позже уже. Позже, когда мы познакомились уже через сайт, уже познакомились с музыкантами нашего города, которые тоже увлекаются творчеством Элвиса. И оказалось, что у нас есть такой, значит, владелец кафе, который тоже фанатеет, который открыл кафе Элвис и пожелал иметь у себя скульптуру, как бы, чтобы сидела в полный рост. Юля, последний... Вот, понятно. И последний вопрос. То есть, музыка Элвиса вообще... Вот Элвис до сих пор, в общем-то, жив и актуален. Да, да. Да, понятно. Спасибо большое. И в Питере актуален, как получается у нас в Екатеринбурге. Мы попрощаемся с вами, Юль. Большое спасибо. И вернемся к нашей группе. Да, и к Алене. У меня тут еще пара вопросов. Когда я спросила Алену, придут ли они в костюмах, потому что есть такое... Ну, как скажем, когда говорят о Элвисе, подразумевают стиляк. Ну, что вот эти вот пышные юбочки. И Алену сказал, что у нас, говорит, костюмы – это стиль жизни, потому что рокобили – это стиль жизни. Но стиляги, по-моему, не совсем про вас. Ну, стиляги, слушай, по-моему, все подряд, нет? Ну, я совсем не понимаю. Все, что западное. Не к рок-н-роллу, тем более. А настоящий рок-н-ролл? Вы сейчас нам покажете. Это рокобили? Рокобили. В том числе. Тогда рокобили – настоящий рок-н-ролл. Ну, собственно, а что такое рок-н-ролл? Нет такого стиля, как рок-н-ролл. Есть рокобили, есть, допустим, ритмон-блюз. Но рокобили – это правильно. Есть два рок-н-ролла нет как такового. Есть только такой собирательный образ, который все эти стили... Собрал. Ну, просто подвел. Ну, давайте туда рокобили. Вот контрабас – это обязательная составляющая рокобили? Это маленькое сердечко такое. Как маленькое сердечко. Как маленькое сердечко, конечно. Понятно. Большая скрипка. Да просто мы не ищем легких путей, походу. Ну, не только вы. Следующая группа, которая готовится уже. То есть, Толкман, они тоже, в общем-то, не ищут легких путей. У них тоже в составе контрабас. Я подумала, может быть, это как бы такая тенденция. Давайте тогда по рокобили, раз рок-н-ролла у нас не существует, и будем с вами прощаться. Ну, а последнюю-то споем. Да, на последнюю лебединую. Ну, эта песня Элвис, ну, скорее всего, не пел. Или пел, может быть, дома, на диване. Я так думаю. Ну, и в душе, да. Называется «Рудсихстисикс», и мы ее посвящаем всем поклонникам группы «Газелайнерс». Я верю, такие есть, я-то их знаю. У нас, подождите, опять кричит наш «Здравствуйте». Это друг нашего Элвиса в белом. Здравствуйте, Стив! Слышит нас, конечно. Конечно, слышит. Меня слышит. Ты слышишь меня, Стив? Не слышишь? Он плохо слышит, но мы будем просто говорить погромче. И самое главное сделать погромче Стива. Я хотела к Стиву. Стив у нас живет в Америке, и это лучший друг, как я поняла, по Элвису, Элвису нашей в белом. И вопрос такой, в Америке до сих пор Элвис настолько популярен? Либо у нас только фанаты такие в маленьких фан-клубах помнят об Элвисе. Культ Элвисов в Америке до сих пор существует? Стив, может, ты скажешь, что Элвис еще один американец? В Америке? В Америке. В Америке. Элвис is still the king of rock and roll in Америке. His songs have been translated into 21 languages, and I think music is the universal language. And through Элвис and through his music, which is still popular today worldwide, he's still an American. Ooh. As of the young, and those people are young as hard. Can you hear me? Да. В принципе, в кратчатах... Да, в принципе, он говорит о том, что Элвис является до сих пор кумиром. Не только кумиром, именно королем рок-клубров. Америке рок-н-ролл существует. Существует королем рок-н-ролла в Америке, и не только в Америке, но и в Европе, то есть по всему миру, но, собственно говоря, про Россию он, конечно, не может. Про Россию, да, мы говорим про Америку. Да, про Америку говорим, но мы поняли про Элвис. И еще вопрос последний не удивляет, и влияет, что в России тоже Элвис, ну, такой культ Элвиса, несмотря на то, что это для нас, в общем-то, западный герой, и почему-то у нас Элвис все-таки звезда номер один. Ну, в данном случае. Не удивляет ли, не кажется ему это странным? Стив, isn't it so strange for you that we chose Элвис as our idol here in Russia? He's an American singer. I think he's an idol in the United States. He's an idol worldwide, and I think it's because of his music. He was the one that brought rock and roll to not only the United States, but the world engaged young people, and those people that are young at heart, their own version, so that they can express themselves and enjoy themselves and the emotions and the great music that he produced. Элвис. Можно вкратце перевести, что, в общем-то, музыка, он сказал... Нет, абсолютно не удивляет, потому что во всем мире Элвис является действительно курниром и также ломает сердца всем, как, в общем-то, и молодым, и взрослым людям. Кость, давай у первоисточника все-таки уточним. Элвис – это рок-н-ролл или рок-обили? Все-таки сейчас меня в самом... Элвис – это рок-н-ролл или рок-н-ролл или ритм и блюз-мюзик? Что ты думаешь об этом? Это «харт-ролл»? О, вообще звука нет. Это сердце и души рок-н-ролл, где все это пришло. Это пришло от Элвиса, я думаю, Шэм Филлс. В общем, Стив, ты думаешь, что «харт-н-ролл» как раз пришел на тело, тоже рок-обили он был и был до, но рок-н-ролл... Мы будем попрощаемся со Стивом. Спасибо большое. Спасибо большое, Стив. Да, вот. Так что все-таки Элвис – это рок-н-ролл, но в интерпретации, конечно, он может быть и рок-обили. А напоследок, как вы сказали, «Лебединая песня», «Газелайнерс», и мы уступим место группе «Дэстокман». Композиция называется «Рут 66». Для тех, кто на колесах. Очень плохо слышно, конечно, было. Не умеет. Если бы вы планировали на Томатерест, путешествовали на Томатерест, путешествовали на Томатерест. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok И вот с этим, наверное, связано. Он, начиная с младшего возраста, начал петь, да, начиная с того, как он 10 лет на ярмарке победил, потом родители ему подарили гитару на 11-й день рождения, вот. И человек просто от природы наделен вот этим талантом, понимаете. И его никто этому не учил, это ему, понимаете, вот он все это делал так естественно, натурально, никаких музыкальных школ там не заканчивал. И вот это тоже притягивает. Понятно. А Денис, а какие еще мероприятия вы вот в группе, так скажем, ну, выезжаете за рамки интернета, празднуете дни рождения, дни памяти, в Мемфис ездили? Вот лично я в Мемфис не ездил, но мечта такая у меня есть. С Аленой, вот, и она мне тоже рассказывала, как она досъездила, вот, сам мечтаю туда попасть. А так с ребятами мы устраиваем встречи вот здесь в Москве, к сожалению, получается только в Москве их устраивать. Ну, собираемся, слушаем Элвиса. У нас тоже различные конкурсы на знания, там, каких-то, там, таких вещей, которые только фанатам известны, вот. Концерты смотрят на больших экранах. Спасибо большое, такое ощущение, что обратной связи нет. Денис, спасибо большое, я вас призываю присоединяться к нашей вечеринке, посвященной Элвису Пресли. У нас сейчас другая команда, The Stockman, и можно уже начинать, ребята. Что это будет, и, пожалуйста. А будет эта песня, подознаем, Dance to the Ball. Субтитры создавал DimaTorzok Now dance, 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 dance Now dance, dance, dance Now dance, now dance to the rock and roll Now go, get it! Музыка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Группа принимала участие в фестивале, концепте, посвященном юбилею Элвиса Пресли, когда ему исполнилось бы 75 лет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стокманы, конечно же, принимали участие в этом проекте, потому что вообще идея родилась еще в 2004 году, хотел это очень сделать, и, наконец, осуществил и в 2010-м. И тем самым положил начало, в общем, такому фестивалю. Кстати, по поводу названия очень много сейчас в статье. Он будет ежегодным или каждые 5 лет? Да, я надеюсь, что да. Но каждые 5 лет, вы знаете, тут реально. Реально. Очень хочется сделать со следующего года, чтобы уже в юбилей выйти абсолютно нормально и пафосно, и абсолютно широко просто отметить это дело. И именно под этим же названием. Мы в Екатеринбурге. Это сейчас как-то стало модно говорить, кто только в Екатеринбурге нет уже. Кого только нет. У нас есть зрители интересуются теперь перевью, Костя. Почему барабанщика, как спрашивают, группа предыдущая с собой не забрала? Расхват, да. Барабанщик, который играет рогопилии, он единственный. А, он просто помогал. Он просто помогал, да. И Сергей, конечно же, и Стокманы, безусловно, это были одним из лидеров на этом проекте. И в любом случае фестиваль, который будет, он, мне кажется, без Стокманов не обойдется. Но и в любом случае без американских гостей. Во всяком случае, начало этого положено. И не будем останавливаться на достигнутом, в том числе и с фэн-клубом, как мы и говорили. Екатеринбург сейчас не отстанет, я надеюсь, после этого. То есть вы решили так и создать и официально зарегистрировать? Обязательно. Куда-то там чего-то отправлять? Да, когда я этим делом занимался, первый был вопрос от всех. Зачем вам это надо? Оформлять официально. А мы не знаем, зачем? Болейте так. Да, болейте так. Фанатеете так. В общем-то мы продолжаем фанатееть вместе с группой Стокманы. Барабаны хотят отобрать, барабанщики. Устроим день рождения? Обязательно. Будет большой концерт. Да. Смотрите в интернете информацию. Концерт в маленьком клубе. Да. Большой концерт в маленьком клубе. Все фанаты могут присоединяться. Ну что, еще одну? Ну дай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Хотел спросить у Стокманов, ну, могут все, и барабанщик в том числе, он самое активное участие принимает. Вы уже не совсем молодая группа, а вы исполняете достаточно давно Элвиса. И по вашему мнению, Элвис еще очень актуален, как вот, и на вечеринках, и просто как балладой, или он все-таки, или он все-таки, или он все-таки только в узких кругах, или он все-таки только в узких кругах? Ну, на самом деле, дело-то не в Элвисе. А можно попросить вот барабанщика, телефон, микрофон говорит, телефон, барабанщик? Элвиса что-то мы давненько не исполняли. Не исполняли. Мы как раз-таки к вашей передаче одну песенку подготовили. А так-то вообще-то... Свою игра. Делают не только в Элвисе, это же целый пласт культуры. Ну, которую вы говорили про рокобили. Но мы сегодня, поскольку встречаем день рождения Элвиса, я все-таки хочу спросить, Элвис жив? Тут еще есть оттуда частичка. Во-первых, Элвис жив, во-вторых, Элвиса не нужно забывать. В России, к сожалению, его связывают только с рок-н-роллом, но Элвис, во-первых, их три, три периода Элвиса. Это руку-н-ролль на 50-х, Элвис 60-х, Элвис 70-х, которого, кстати, большинство и знает в Америке. Это совершенно уникальный стиль, которому теперь и подражают все. А вообще Элвис с нами, потому что, вот как, Алена, спасибо ей, это частичка шарфика Элвиса с последнего концерта, который он подарил одному из фанатов, и этот фанат предприимчивый, он разделил его на много-много частей, выдал всем сертификат и теперь подает вот эти частички отдельно. И, представляете, вот часть Элвиса теперь с нами, можете каждый потрогать. Поддержаться за Элвисом можно. И будет вам счастье. И будет здесь, да. Евгения Шевчук пишет к вам, ребята. Такой Элвис ближе к народу в исполнении The Stockman. Я думаю, что мы будем уже прощаться. Опять лебединая песня, вторая уже сегодня за нашу программу. У нас не бывает лебединая песня. Да, я до песни хочу попрощаться. Можете так тихонько вступать, если это будет какая-то баллада, я на балладе попрощаюсь. И ждите нас, ну, не без Элвиса, уже в следующую пятницу с 9 до 10. Мы расскажем вам о группе, которая не смогла поехать с гастролями в Америку и будем разучивать битбокс. Всем до свидания. На перегонке с дьяволом. Where's the nail? Well, I live in a new life, so I say, but to rock from a devil on the judge, but they are set. Move hard at the moment, 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 all down the line. Oh, yeah. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо!